I have ways of blowing things off. Приятно путешествовать на поезде. Здесь время от времени проходят разные составы. Некоторые грузовые, некоторые с пассажирскими вагонами. Никогда так не делайте. Меня поездом сбит. Я пошел не глядя, потому что здесь так пустынно. Стой, это электричка. Наоборот, даже лучше. Садись в электричку. Тут светло внутри. Или это потому что на вокзале светло? Нет, здесь прикольно. Слушай, давай, заходи. Или ты? Давай. Поедем в электричке покатаемся. Давай тут. Нет, тут нельзя сесть. Черт, в электричке нельзя сесть. Ладно. Нет, электрички одноэтажные. Идем сюда. Нет. Садись в этот поезд. Вот здесь можно. Вот здесь можно. Иди сюда. Так в электричке в другом отсеке можно было сесть. Пойдем. Вот, вот эта вот дверь. Тут можно садиться. О, отлично. Значит, у нас будут покатушки в поезде. Потому что там у нас были, я не заметил, купе или плацкарты. Стены здесь, если что, абсолютно нешепрозрачные. Видите, через них можно запрыгивать и выпрыгивать, чтобы не было никаких проблем. У меня есть мастер. Прикольно. Я забыл посмотреть, какая у нас станция. Это пиво ДАВ. Ладно, я перехожу на чай. Итак, мы на самом деле можем куда-то поехать. Мне это всегда интересно. Ой, тут всегда интересно было. Потому что там на станциях есть телепорты. Это, конечно, странно, что у тебя на ЖД-станции есть телепорт на другую станцию. О, там на автобусах можно покататься. Я думаю, что это не покататься. Я думаю, что они просто стоят на ЖД-перегоне. Ну, потому что пропускают нас. Поехали. Посмотрим, куда мы можем приехать. А ты уверен, что карта не бесконечная? Я не знаю. Мы сюда зашли сегодня первый раз. Паспорт. Знаете, так это просто приятно ехать и пить чайок в дороге. Наверное, нам все-таки нужно было сесть в купе. Он, кстати, двухэтажный. Мы пробовали сегодня уже запрыгивать двухэтажный. Но там очень темно внутри. Слушай. Да, там темнее. Да, почему-то освещение в двухэтажных вагонах, то ли оно не работает, то ли я не знаю, как это сделано. Мы чуть-чуть подождали, хотели подождать, пока будет день. Потому что пока на вокзале светло, то в вагонах тоже светло. Но вот электричка, например, здесь, в принципе, нормально. Мы сейчас находимся ночью, и лампочки вроде не горят, но здесь что-то видно. Здесь ночь бесконечная. Хочу тебя горчить. Видимо, да. Здесь ночь абсолютно бесконечная. Руку, кстати, не... Пошли, сядем на переднюю, это, будем пилотами, пошли. Вдруг можно. Я немножко сомневаюсь. А еще сейчас, если электричка поедет, то мы, мы это, ту-ту. Да, ты был прав. Залази. Фух. Итак, да. Это даже не симулятор РЖД. Это... Просто для тех, кто любит путешествовать на поезде. Тут приятная музыка. И у тебя любые виды поезда. У тебя есть электрички, у тебя есть купе, у тебя есть все, что угодно. Разные вокзалы. Просто бесконечная ночь и просто бесконечная поездка. Слушай, я подозреваю, что мы просто поехали назад. Нет, но едем мы в ту же сторону, кстати. Модельки довольно реалистичные. Мне нравится, как все сделано. Р-2. Жалко, не Д-2. Р-2-576. Кстати, я когда-то смотрел документалку по всем этим электричкам и рассказывали, какое это поколение. Смотрите, они тут даже не забыли шторки сверху доделать. Это такое чисто... Итак, куда мы приезжаем? На какой-то вокзал. А с платформы говорят! Это город Ленинград, блин. Вот такой рассеянный, с улицы бассейной. Интересно, куда мы приехали. Это не тот же самый вокзал, погоди. Вот это конечное. Не, погоди. Это Каминск-Уральский. Залез. Посмотрим, куда мы дальше отправимся. Поезда здесь не стоят на месте. Все вот эти поезда, которые мы встречаем на перроне, они тоже потом отъезжают и идут в какие-то другие направления, в другие стороны. Уральский Каминск. Ну, хоть не Уральский пельмень. Нет, ну, выглядит очень даже симпатично. То есть, оно все сделано, естественно, минималистично. Тут вообще ничего нету, кроме поездов, железодорог и вокзалов. Но какая-то такая приятная атмосфера здесь. И мы не смогли пройти мимо этой игры, мимо этого режима. Потому что, ну, здесь прям хорошо. Долго мы здесь сидеть не будем. Этот видос у нас будет, наверное, не очень длинным. Просто хотели поделиться с вами таким замечательным местом. Попить чайочку. Эй, у меня анимация не срабатывает. Ну, как удаживает. Кружка просто дергается, смотри. Что? О, там какая-то стенка. Нет, мы в туннеле, просто... Текстура в туннеле не прогружается. Нет, ну стенка-то... А, да, мы в... О, что... Что ж, походу, немножко не проработали. Космический поезд? Какой вкусный чай. Он щё... Чувак... Кидится? Мы едем, да. Только куда мы едем? В бесконечность и далее. Лол. Мне почему-то напомнило бесконечный поезд, этот сериал. Ты точно уверен в том, что мы куда-то двигаемся? Ну, текстуры-то сверху едут куда-то. Что-то тот поезд... Зато мы можем посмотреть снизу. Прикиньте, они заморочились снизу, дорисовали тоже все эти баки... Там, не знаю, для сливных жидкостей... Это ж... Для туалетных вот эти вот баки, не знаю, может, какие-то гидравлические ещё жидкости. А что будет, если выпрыгнуть? Давай проверим. Давай. Да, понятно. Зато мы сейчас заспамимся на вокзале, и мы сможем протестить, наверное, купейный, который сюда подойдёт, я надеюсь. Разве купейный не был? Нет, там же двухэтажный купейный с плохим освещением. А до того, как мы сели в электричку, я же сел в обычный купейный. Или это был плацкартный. Сейчас мы подождём, обязательно поезд подойдёт. Кстати, атмосфера вокзала тоже приятная такая. Слушай. Да. Может, лучше телепортируйся. Да, можно телепортироваться, кстати. Давай попробуем, покажем, как это... Давай покажем, как это делается. Становишься сюда, и такой, хопа. Загораешься. Приобретаешь призрачную форму. И появляешься в другом месте. А у меня нубздачная форма. Нубздачная. Ты нуб! Всё, теперь понятно про тебя. Пойдём в этот портал. Что? Погоди-ка, я сейчас опять к тебе телепортируюсь. Ну, давай телепортирую. Я не знаю, почему портальчики выглядят. Вот мы опять в Каменск-Уральском. Если что, мы сюда приезжали уже. Я хочу, чтобы... Приехал именно купейный вагончик, купейный поезд. Сюда, кстати, телепортация проходит гораздо быстрее. Каменск-Уральский, что? Во! Опа! Нет, это просто перегон. Тебя раздавило? Нет. Это хорошо. Фух. Серия, конечно, эпично началась с того, как ты просто на путь ломанулся. В смысле, я. И... В электричке переехала. Ребят, всегда смотрите по сторонам, когда вы на ЖД-путях, когда вы на вокзале. Никогда не повторяйте такую ошибку. Ну, что выиграет, конечно, весело и прикольно, а в жизни... Да. Не весело и не прикольно. Слушай, слушай, телепортируйся. Так, куда? А, у портала нету. А, есть. Стой, стой, стой. Это какой-то двухэтажный? Блин, это двухэтажный. Ну ладно, но сейчас остановится. Стой, а в тепло у вас можно? Ну, поехали. Нет, нельзя. Погоди. Вот так вот выглядит у нас купешка. Слушай, они... Они заморочились надверхом. Надверх. Идем надверх. А. Проблема в том, что здесь... Темно, просто невероятнейшее темно. И поезд прозрачный. То, что поезд прозрачный, это наоборот хорошо. Потому что, ну, то есть, лесенки нормальные. Опа. Меня засосало верхнее купе. Пока мы... О, с нами кто-то еще в вагоне. Пока мы находимся на станции, пока тут светло и освещение, и все дела, мы видим и столик, и купешки, и вторые полки, и все. Но, как только мы отъедем от станции, что случится вот-вот-вот уже, вот это все будет полная темнотища вокруг. Поэтому я хочу посмотреть... Давай, слазь. Это не наш поезд. Девинсайд. А? Девинсайд. Девинсайд. 2015 года. Вовремя мы уехали. Чувак уже 6 лет мертвый. Нормально. Ну, он тоже человек. И вот это еще одна фишечка маленькая, такая, знаете, случайные пассажиры, когда ты просто едешь в поезде и с кем-то знакомишься. Вы потом друг друга никогда не увидите, вы вообще больше никогда не встретитесь. Но на 5-6 часов вы становитесь приятелями, если это адекватный человек, вы разговариваете, кушаете, рассказываете про свою жизнь. Каждому из вас пофиг на чужую жизнь, но вы слушаете, потому что это правило. В поезде все становятся близкими людьми. Видишь, он даже кивнул. Да, любитель майонеза? Конечно. Итак, нам бы, пожалуйста, обычную купешку еще глянуть. Хотя, на самом деле, я не буду сильно заморачиваться. Телепортация. Если его долго не будет, то, наверное, мы его не будем ждать. Потому что вот эти двухэтажные, они довольно часто тут ездят. И вот электричку я видел дважды. О, телепортируйся, телепортируйся. Стой, стой, стой. А это двухэтажный. А там электричка есть. Ну, пойдем на электричку. Ну, пойдем на электричку. Если успеем. 173-й километр станция. Не беги по путям. Ну, ладно. Ты не путевый. Так. Опа. Тут хотя бы не так темно. Да, здесь довольно приятно находиться. Опа. Садись, чувак. О. Это место для одного человека. Да, обычно, в обычных электричках это место на три человека. Если подвинуться, то и на четыре. А, я в такой электричке ездил последний раз, ну, сколько? Лет шесть назад, да? Когда мы посещали подобные места. Да, лет шесть назад. Хорошо, ребятушки. Я думаю, что на этом тогда будем потихонечку заканчивать серию. Потому что больше тут делать, собственно, нечего. Кроме как кататься на поездах и наслаждаться тишиной и спокойствием. Но! Это того абсолютнейше стоит. Приходите. Будет время порассуждать, поразмышлять, успокоиться. Пока же все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. И всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok